ну что друзья с новым годом думаю он будет лучше чем прошлый ну а сегодня я вас приветствую на канале сибирский пилигрим и готовясь к новому рыбацко-охотничьи туристическому сезону хочу сделать небольшое приспособление спиртовую горелку так как иногда бывает что в мороз газовые плиточки отказывают а хочется вскипятить чаю или заварить китайской лапши ну что приступим но для этого нам потребуется две пустые баночки из-под пива баночки первые попавшиеся это не качестве рекламы потом для подставки потребуется банка чуть большего диаметра ноты из-под тушенки маркер ножницы остроконечный нож линеечка шило или гвоздик как бы все все что можно взять прям под руками берем банку и размечаем одна у нас будет 25 миллиметров 25 миллиметров а вторая нам потребуется 30 миллиметров 30 миллиметров так как сделать ровно но вот у меня есть коробка из-под конфет она как раз 25 миллиметров лишняя пока в сторону 25 миллиметров берем баночку и ложим маркер на коробку упираем вот у нас получилось ровная линия так теперь что-то поменьше так но поменьше что у меня может быть доска разделочная вот как раз сейчас я поставлю боком думаю так будет видно вот моя метка упираю фломастер и начинают вращать банку вот получилось линия так лишнее убираем теперь астроконечным ножом так вот варварский надрезаем банки берем ножницы все это делаем аккуратно потому что края очень острые и могут причинить порезы которые долго не будут зажима это не прицельная линия так что если немножко вернете влево вправо получилось одна побольше одна поменьше почему так что когда мы вставим их вот этот край не выступал выше ну а теперь что нам нужно сделать нам нужно сделать пробить во первых отверстие пробить отверстие так делание гвоздик был гвоздик отверстие в центре банки пробил тут нужно большое отверстие сюда будет заливаться топлива вот и аккуратно остроконечным ножом увеличивая его ну вот вот такое вот получилось отверстие так и теперь а здесь вот по кромке на расстоянии примерно ну сколько скажем сантиметра восьми миллиметров по кругу делаем отверстие стараемся делать это ровно я вот так вот пробиваю гвоздиком вот видите такие вот получились отверстия по кругу все это как говорится на коленке гвоздиком пробил ну а теперь нам нужно будет вставить один кусочек банки в другой перед тем как собирать их берем парочку ватных дисков кстати тоже заусенец убирать его пару ватных дисков и ложим на дно баночки а теперь делаем вот такие вот движения много способов на просторах интернета как изготовлять всевозможные спиртовые горелки там и плоскогубцами и пинцетами жмут но сейчас может быть банки раньше были более толстые при нынешнем железе тут ничего не получится сделать загибы загибы плоскогубцами поэтому просто рукой по краю банки как бы ее край загибаем завальцовываем вовнутрь ну вот загнули и теперь аккуратненько начинаем ее вставлять используя ножик вот почти уже заправили все вот это сделано все в прямом как говорится эфире на ваших глазах ну вот что у нас получилось такая вот аккуратненькая горелочка сюда мы заливаем спирт в аптеке он пропитывает ватку я думаю достаточно вот это отверстие большое оно как бы будет служить для заливки спирта и предохранительный клапан заусенец попал то есть чтобы она давление поэтому чтобы оно не горело закрываю ее монеткой и теперь что делаем вот я приготовлю заранее что заусенец ему в а д его его надо давить его в в его его не его сейчас когда прогреется он уже будет гореть более таким бесцветным прозрачным пламенем проведем эксперимент все вот она горит возможно у меня получились получилось такое сильное пламя из-за того что пробивал отверстия не шилом и гвоздем ну и сопла как бы довольно крупные но тем не менее вот такая вот горелочка но сейчас хочу рассказать о небольшом добавление к ней вот у меня уже сделано делается из консервной банки отрезается низ банки 35 миллиметров и отрезается вверх тоже 35 миллиметров вырезаем вот такие вот полосочки примерно равномерные и и собираем эту банку таким образом чтобы с противоположных сторон две полосочки вышли наружу то есть выступили вроде в роли ограничителей вот если видно вот так вот ну и все так нужно наверно нагрелась во внутрь зажигалка не работает как раз становится на эту подставку главное когда вырезаем чтобы оставались отверстия для доступа воздуха ну тут из консервной банки это у меня банка из под тушенки можно сделать различные поставки подставки под котелок под кружку под сковородку была бы фантазия ну а вот я пользуюсь вот такой вот ну что задачу выполнили спиртовую горелку сделали если вам понравилось ставьте пальцы вверх удачи до новых встреч вы были на канале сибирский пилигрим